Здравствуйте! В Нижегородском театре юного зрителя состоялась долгожданная премьера. Спектакль с таким названием уже шел в свое время, но пьеса, даже если она написана очень давно, в постановке, имеет свойство устаревать. И вот сейчас совершенно новая версия приключений Буратино или тайны «Золотого ключика». У меня в гостях ленинградец, санкт-петербуржец, режиссер-постановщик этой работы Дмитрий Сарвинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Я в первую очередь хотела вас спросить вот о чем. Когда листала поставленные уже работы, я обратила внимание, что у вас довольно много постановок для детей. Любопытно, чем это объясняется? Взрослый, может, брутальный дядька, вот страсть к карьере. И вот тут вы с ними возитесь. Прям очень ласково и любовно, как говорят те, кто посмотрели первый спектакль. Спасибо. Ну, дело в том, что я убираю эту аббревиатуру детский спектакль. Я всегда говорю, я делаю спектакли для семейного зрителя. Потому что, когда приходит, если это не целевик, когда согнали детей, если приходит мама, папа, ребенок, то уже кого больше в зале. Поэтому, когда в зале 50 на 50 родители и дети, то должно быть вот это вот такой баланс. Чтобы родители были не только сопровождающими. Конечно, чтобы не было бабушка просни, все уже закончилось. Бабушка довольная идет домой, и всегда вот этот вопрос. Тебе понравилось, а у ребенка еще нет такой... С чем сравнить? Он говорит, да, ну и вроде все нормально, галочка поставлена. А вот когда родители не выключаются, не уходят в ждущий режим. И для меня это как раз и есть успех, когда совершенно одинаково взрослые видят свою историю, они понимают глубину, подтексты. А дети видят очень такую легкую, динамичную вещь, где им не скучно. И на своем уровне они считывают все, что я хотел туда предложить. Ну, собственно, сказка ложь, да в ней намек. Мы действительно с возрастом совершенно иначе воспринимаем те постулаты, которые точечно там разбросаны. А любопытно, как в вашем детстве случился театр? Мне так повезло, что был период, когда мы жили в Татарстане, есть такой город Набережные Челны. Не безызвестный. Собственно говоря, да, за счет того, что он появился, так как там возник завод, гигант КАМАЗ, и вот такое искусственное созданное поселение. Моногорода. Да, и вот там было сложно с какими-либо театральными вещами. Я помню, меня мама привела, и первый это «Севастопольский вальс». Это, собственно говоря, мюзикл, когда я... И все. Вот я его запомнил на всю жизнь, эту мелодию, вот это состояние, когда... Серьезная тема, но очень легко, скажем так, вокально и музыкально. Ну, а тут постановка «Бестселлер» у нас в «Выперном» она тоже идет, правда, как и Перетта. А вот, коль уж скоро мы затронули всякие слова модные, английские, у вас есть подстрочник к постановке – музыкальный блокбастер. В чем суть вот как раз второго термина? Я как раз постарался уйти от каких-то таких клише, что вот Буратино – это мальчик такой вот в классической курточке, полосатый колпачок. Да, все присутствует, контур остался без изменений, потому что мы узнаем, также деревянный нос длинный, все это имеет место быть. Но при этом Буратино у меня – это персонаж, который борется. То есть он не сдается, он не потопляем, он не сгибаем, он движется. Это сейчас все дети, скажем так, на материале всех вот этих супергероев. Они не могут понять, например, какой-то инфантильности или пассивности героя. Они тогда начинают... Мы сейчас выскочим и поможем. А Буратино как раз тот персонаж, который... Драться надо так дерись. И он дерется, он борется, он идет к своей заветной мечте. И как замечательно сделана драматургическая история. В принципе, они изначально сидели на вот этом волшебном театре, на этой сказке, но просто не знали, что старый холст надо убрать. Он прошел круг и пришел к тому же месту, но совершенно уже с другим ощущением. Изменившись, да, из хулигана мальчишки, он становится героем и открывателем, буквально в смысле даже. Вы упомянули строчку из песни, которую великолепная актриса Рима Зеленая в образе черепахи Тортиллы пела. И знаете, я себя на чем поймала? Это ведь очень сложно отделаться от... Ну, не хорошее слово, но здесь оно как бы ляжет в тему. А от клише, которое у нас впитано с детства. Ведь был совершенно великолепный советский фильм Буратино. И невольно всякий раз, когда смотришь сказки, ты ловишь отсылы к советскому кино. В то же время я слышала версию, вы ее подтвердите или опровергните, что изначальное ТЗ, так называемое, техническое задание от театра, когда вы пошли на совместную работу, было сделать спектакль такой шумный, актуальный, с музыкой, с танцами, чтобы он в афише занял место потихонечку уже отходящих бременских музыкантов. Блестящая работа, но очень давно она у нас идет. Вот, возвращаясь к началу, тяжело вам было отойти от навязанной формы Буратино? Я изначально отошел. Это была моя задача. Я как раз хотел создать, скажем так, понятно, что можно было взять все хиты. Мы не без этого, да, то есть все хиты Буратино звучали. А потом у родителей екает сердце, когда они возвращаются туда. Конечно, конечно. Зал поет, это приятно, и новое поколение впитывает этот хит, который на все времена, прекрасная музыка. И также это все обрамлено и добавлена другая музыка, которая, скажем так, дополняет друг друга Василия Тетерина. Но уже выводит на несколько другой поколенческий уровень. Василий Тетерин – это питерский композитор, который написал, на мой взгляд, очень красивую, замечательную, оригинальную музыку. Плюс мы добавляем туда еще известные, родители услышат. Это будет из Буратино, и другие хиты мы использовали. Очень плавно все это скомпилировал. И получается такая динамичная блокбастерная история. Замечательный, кстати, уже нечастый штрих, когда музыка пишется под конкретную театральную постановку. Продолжая тему, я не могу не спросить вас о том, есть ли еще какая-то часть команды, которая была привезена с собой. Строго говоря, постановщик танцев, хореограф. Иногда художник по свету, иногда художник по костюму. Вот кто они, ваша вот эта надежная спина? Ну, как уже сказала замечательная музыка Василия Тетерина, с кем я работаю уже давно, и мы понимаем уже друг друга на каком-то подсознании, потому что Вася иногда напишет в музыку какие-то интересные звуки. Я говорю, Вася, а мне обыгрывать? То есть он там мяукает, квакает, что-нибудь капает. И я говорю, Вася, ну мне все это надо. Он уже стал понимать. Ну когда-то режиссер должен перестать чувствовать себя богом. Вот Вася вас одергивает. Нет, он просто мне предлагает. Иногда это очень сильно меняет историю. То есть я всегда музыку вижу, я ее не слышу. То есть я когда слушаю музыку, я вижу сразу картинки. Значит, это то, что мне надо. Если я просто красивая музыка, я говорю, Вася, не то, давай искать и так далее. И, конечно, эту прекрасную, чарующую музыку должны были поставлены быть танцы. Очень много музыкальной пластики, очень много фехтования, каких-то боев, движения. И московский хореограф Александра Фролова, которая приехала. Мы тоже давно работаем, познакомились в Москве. И вот я стараюсь все время привлекать Александру в свои проекты. Тоже, как мы говорим, что найти человека с таким же психическим отклонением, это очень приятно. Поэтому мы друг друга нашли, и нам очень... То есть настроя. Настроя. Вот мы в основном всегда работаем. Я при этом художник, и делаю костюмы, делаю декорации, ну, я им их придумываю. Поэтому вот такой вот у нас конгломерат. И тогда, опять же, вопрос. Незнакомая для вас площадка, незнакомый театр, незнакомая труппа. Я слышала, опять же, опровергните или подтвердите, что как такового и кастинга не было. Вы отпирали актеров по фотографиям. И, судя по премьере «Пятницы», похоже, что попали в точку. А это обычная манера? Да, часто бывает. Я смотрю на сайте, потом предлагаю, и, конечно, есть художественный руководитель, который мне говорит, да, вот это туда, и туда. Я говорю, мне нужен какой типаж. И где-то 95% это попадение. Конечно, я на месте уже начинаю двигать. Если я вижу, что не то, я подыскиваю, меняю иногда кардинально. То есть я думал, что он герой, а он оказался не совсем герой. И я какие-то изменения делаю. Ну, в этом есть интерес. Скажем так, в слепую, знакомство в слепую. Я приезжаю, вижу, и тут мне надо уже на ходу реагировать. И что касается нижегородской публики, вот по вашему ощущению, знаете, всегда вот когда музыканты приезжают в филармонию, они буквально там, я не знаю, к пятому такту, они знают, а зал подготовленный или зал, что называется, с улицы пришел. Вот как вам нижегородский зритель, маленький? Ну, сегодня маленький зритель был, преобладал. То есть сегодня были сплошные дети разного возраста и так называемый целевик, да, вот такой вот, когда... Ну, когда деток привозят в группу. Да, это всегда проверка для зрителя, для постановщика, для актеров. Для актеров, для нас, для всех. Это просто обстрел такой настоящий детский. И сегодня он успешно прошел. Ну, остается лишь пожелать, чтобы даже когда царь, бог и деспот в виде режиссера-постановщика, не сможет присутствовать на спектаклях. Актеры играли так же. Свет, звук, декорации оставались на уровне премьерных. И дай бог этому спектаклю, да. Многие лета. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова